Про роман «Средняя Эдда» мой друг Шамиль Идиатулин сказал, что это приговор всему поколению русских двухтысячных. Несмотря на то, что слово «приговор» довольно сильное, мне кажется, что Шамиль довольно точно ухватил мое изначальное намерение. Для меня это прежде всего текст о моем поколении и о тех бесконечных компромиссах, в котором оно, то есть все мы погрязли. Один из персонажей романа говорит «ты сразу и за белых, и за красных». Герои Эдды ходят на митинги, а потом возвращаются в уютные лофты, чтобы предложить решение по успокоению ситуации, руководить действиями провластных боевиков, совершать какие-то подобные действия. Расколотость сознания — определяющая черта персонажей. У них в крови, с одной стороны, жажда перемен, а с другой — нежелание платить за эти перемены цену. Несмотря на то, что ценник уже напечатан. Это еще и рассуждение на тему о том, как можно противостоять и что можно противопоставить государственному полицейскому произволу, насилию. И понятие «культурное сопротивление» становится для романа краеугольным. «Культурное сопротивление» — это, с одной стороны, группа художников, действия которых в конечном счете запускают механизм демонтажа власти, ставшей самопародией. С другой стороны, и действия самого загадочного персонажа романа, художника Хиропрактика, его граффити — это тоже культурное сопротивление. Это тот его творческий метод, который в конечном счете и меняет пейзаж за окном. Продолжение следует...